Совет Литфонда М. Цветаева 26 августа 1941 года Пароход с эвакуированными миновал Чистополь Там уже обосновались многие московские писатели Ей там места не было И Кама понесла ее дальше В Еламугу Вернувшись из заключения, Аля, дочь, так и не смогла заставить себя приехать в этот город У меня просто ужас перед Елабугой Сама Елабуга тут ни при чем Равнодушие, жестокость и трусость преследовали маму давно И лишь в Елабуге добили ее Как могли добить в любом другом месте 20 августа Марина Ивановна с сыном Георгием, Муром Поселилась в этом доме 31-го повесилась Вот здесь, за этим окном Как билась в своем плену От скрученности И скрученности И к имени моему Марина Прибавьте Мученица Хоронили ее Но здесь ли нашла она свой последний приют на земле Есть еще две могилы Может быть В одной из них? Идешь на меня похожий Глаза устремляя вниз Я их опускала тоже Прохожий, остановись Не думай, что здесь могила Что я появлюсь, грозя Я слишком сама любила Смеяться, когда нельзя И кровь проливала к коже И кудри мои велись Я тоже была прохожей Прохожей, остановись Но только не стой угрюма Главу опустив на грудь Легко обо мне подумай Легко обо мне забудь Это Таруса Здесь она была счастлива В детстве Ты сам мне подал слишком много Я жажду сразу Всех дорог Ты дал мне детство Лучше сказки И дай мне смерть В семнадцать лет А когда я стала писать книгу Я поняла, что вот в те годы Тридцать девятый, сорок первый Когда мы с ней встречались Она не раз была к этому готова И что и лаговало Это было Как бы закономерный исход Что жизнь ее последовательно Загоняла в этот тупик И что в общем иного выхода У нее не было И поэтому бессмысленно Что люди ищут Какого-то непосредственного повода Каких-то людей Которые ее именно там толкнули Да нет Она была подготовлена Всем ходом событий Но ведь представить себе Что она ничего не знает о муже Муж сидит Дочь уже сослана на восемь лет в лагеря Вот она носит по ночам эти передачи Стоит в очередях В бутырках На Кузнецком мосту 24 Потому что Аля сидела на Лубянке Во внутренней тюрьме Заработок непостоянный Нету где жить Все время живет во временных квартирах Мур даже в школу не может поступить Потому что нет прописки Я принимаю только по прописке И он восемь школ сменял За это время Потому что она все время жила В каких-то чужих комнатах И поэтому исход этот был Ну если так же говорить жестоко Логично Все наше детство В моей памяти Кончилось в мои восемь лет Марине было десять лет Наш дом не уцелел Мы его воспевали В воспоминаниях Всегда Помнили его И очень любили его уют Антресоли верхних Четырех комнат детских И парадных комнат Высоких, холодных Внизу Там была зала Большая Где стоял рояль Который постоянно На котором постоянно играла мама Она была чудная пианистка В рядом стоявшей гостиной Висели картины маме Потому что она была художница Дальше шел кабинет отца И там в уголку стоял Маленький мамин Письменный столик И так там был Очень холодный дом был Папа ходил всегда в валенках А мама Прятала ноги В меховом мешке Будет скоро тот мир погублен Погляди на него тайком Пока тополь еще не срублен И не продан еще наш дом Он был очень уютный этот дом Мы часто приходили к маме вниз И там она постоянно Вечерами читала нам слух Когда мы были маленькие Читали всю классику Жуковского Пушкина Лермонтова А затем Когда уже мы укрепились Французском и немецком Читала нам на этих языках Тоже старинные повести Романтические Она сама очень любила романтику Так шло наше детство В уюте В маминых чтениях В ее воспитании Она никогда нас не зацеловывала Не баловала Она просто нас одевала Так же, как сама одевалась Просто Приучала нас К ценностям другого порядка Мы были не избалованные дети Любили чтение На елку мы никогда Когда нам дарили игрушки То есть такие Кукол, например То мы Не умели в них играть Никогда не играли в куклы с Марией А мы любили Прочинные ножи Пеналы Альбомы Книги Вот такие подарки Скорее, мальчишеские Отца мы видели очень мало Потому что он был страшно занят И, конечно, он истощил Все свои силы Созидания Музея Изящник искусств Который он 24 года Безвозмездно Собирал И в 19-м году Открыл И только 15 месяцев Был его директором Наконец Четвертьвековой труд Профессора Цветаева И миллионера-мецената Нечаева-Мальцева Пожертвовавшего На создание музея Огромные средства Был завершен АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это хроника открытия Музея изящных искусств 31 мая 1912 года. Рядом с государем Иван Владимирович Цветаев. АПЛОДИСМЕНТЫ Идеей создать в Москве эстетический музей, как его тогда называли, была идея нескольких поколений русских интеллигентов. И вот Иван Владимирович Цветаев, который был профессором Московского университета, отец Марины Ивановны, он, может быть, более чем другие, загорелся этой идеей. Он сумел, на мой взгляд, сделать совершенно невероятное. У него не было ни денег, ни земли, и не было памятников. У него ничего не было. И вот на ровном месте он все-таки решил, что надо делать такой музей. Иван Владимирович – это был одержимый человек. Безоглядность, целеустремленность, невероятная смелость, духовная смелость прежде всего. Вот. И такая, я бы сказала, настойчивость невероятная в своем движении к цели. Вся жизнь Марины Ивановны была подчинена одному поэзии. Ведь все отходило на дальний план. Поэзия, ее творчество. Вот. В этом смысле в ней какие-то черты, очень сильные черты личности Ивана Владимировича. И дочери, и Марина, и Анастасия, очень высоко ценили деяния отца. Они понимали значение этого деяния. Ну, и я полагаю, что Иван Владимирович был все-таки довольно одинок в это время. Потому что дочери, они были очень юные, молодые. И, конечно, захватывала их личная жизнь, их личные переживания. Вот. Но, тем не менее, конечно, такое, какое-то очень глубинная близость. Связь. Да. И глубинная духовная связь, конечно, существовали всегда. Я так плакаю. Да, ранняя смерть жены опустошила его сердце. И все-таки он был счастливым человеком. Потому что успел завершить дело своей жизни. Выполнил долг перед Отечеством. И детей воспитал так, что этот вот мир, мир великой европейской культуры, стал и их миром. Навсегда. После смерти мамы, которая нас еще больше сблизила, и после короткого увлечения Марины революцией, от которой она нацело отошла, а я никогда еще мала была этим заниматься, и не интересовалась, вот тут мы очень сдружились лет с моих 13 и до 17, и до моего выхода замуж. А ей было 19, она вышла замуж примерно на 20-м году. почти одновременно. И дети наши родились с расстоянием на три недели. Вот эти годы отрочества и юности были самые тесные годы, когда мы выступали, читая в унисон стихии. Она никогда одна не выступала всегда со мной, потому что было интересно и слушателям, и нам читать в унисон. У нас были одинаковые голоса. Старшая сестра нас не отличала из соседней комнаты, кто говорит. И мы очень много выступали с ее стихами, которые я выучила мгновенно. Память была блестящая. Сейчас ничего подобного не осталось. Сейчас я забываю самые простые слова. А тогда она раза два мне прочтет стихи. Я была ее первой слушателем. Мы в антресолях жили вместе. Она скажет мне новые стихи. А в третий раз мы ей говорим уже вдвоем. Вот. Нас называли сиамские близнецы. Так мы были похожи. Правда, я была худее ее и меньше ростом. Но она выше была. Меня, может быть, на такой кусочек. Всегда пышные волосы до плечей. Сходные голоса. Очень часто мы одновременно что-то подавали реплику в один голос. На что-нибудь. Так что это было довольно интересное сходство. Но характери у нас были разные. Я была мягче. Жалостливая Марина была жестче. Более гордая была. Она очень рано, видимо, сама поняла вот это несовпадение. Очная ставка двух зеркал. Тетради, где твоя душа и где ты похожа. И зеркало, где твой быт, твое лицо и ты не похожа. Она в юности уже поняла, что Господь одарил ее могучим талантом поэта. Не поэтессы, а именно поэта. Но вложил в этот талант в оболочку миловидной, хорошенькой, московской барышни Пенсне. И вот это несовпадение, видимо, и привело к тому, что она стала переделывать наперекор природе свою внешность. Об этом мне Аля рассказывала. Что она выбросила Пенсне. И хотя она была очень близорук, она уже никогда не надевала Пенсне. Она стала запоем курить. Папироса стала неотливным и штихом его портрета. Она изнуряла себя ходьбой, мало ела. В общем, она создавала внешний свой облик. Не знаю, была ли она довольна. И совпадала ли она в зеркале и в тетраде. Моим стихам, написанным так рано, Что и не знала я, что я поэт, Сорвавшимся, как брызги из фонтана, Как искры из ракет, Разбросанным в пыли по магазинам, Где их никто не брал и не берет. Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед. Ее восемнадцатилетнюю Разыскал кумир тогдашней молодежи Художники-поэт Максимилиан Волошин. Разыскал, чтобы поклониться таланту. Какой прекрасный порыв И какой естественный Тогда, для тех людей. О его смерти она узнает во Франции, Напишет воспоминания. Писала, как всегда, Одна против всех, Не могших простить Волошину Его отсутствие ненависти к советской России, От которой он же первый жестоко страдал, Ибо не уехал. Ему я обязана первым самопознанием Себя как поэта. И целым рядом блаженных лет, В его прекрасном, суровом, как ты бели. Тогда этот дом был открыт Для таланта, для молодости, Для мыслей, для споров, для стихов, Для счастья. Здесь, 5 мая 1911 года, Встретила Марина Ивановна Свою любовь. КОНЕЦ 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 Вот слева она, У самовара Сергей Яковлевич Эфрон, Ее Сережа. Ей 18, ему 17. Они родились в один день, 26 сентября, С разрывом в год. На этом берегу, Заглянув в его огромные в пол лица глаза, Она загадала, Если он найдет и подарит ей сердовик, Она выйдет за него замуж. Сердовик он нашел, Тот тяжелый. Она хранила его всю жизнь. Нигде, Никогда не будет для них места Счастливее, как ты беля. Я с вызовом ношу его кольцо. Да, В вечности жена, Не на бумаге. Чрезмерно узкое его лицо, Подобно шпаге. Безмолвен рот его, Углами вниз. Мучительно великолепны брови. В лице его трагически слились Две древних крови. В его лице и рыцарству верна Всем вам, кто жил и умирал без страху. Такие в роковые времена Слагают станции И идут на плаху. Они мечтали жить долго и счастливо И умереть в один день Долго не получилось. Счастье их обмануло. А вот смерть, Он пережил ее на 46 дней. Его расстреляли 16 октября 1941 года. Меня часто спрашивают, Как Марина Ивановна читала стихи. Мне очень повезло. Я часто слышала, Как она читает стихи. Читала она ее у нас на конюшках И у наших знакомых. Это все была малая аудитория. Мы очень все, кто окружал Марину Ивановну, Жили очень тесно в одной комнате. Рядко у кого было две комнаты. Так что, в общем, аудитория была очень маленькая. Ну, самое большее, может быть, 10 человек. Марина Ивановна очень охотно читала. Ей даже не надо было просить. Как-то само собой получала, Что она начинала читать свои стихи. Читала она удивительно просто. Без всяких театральных прикрас. Без привычных для поэтов Завывания, закатывания глаз, жесты. Она читала так, как будто она только что написала И проверяла на слух то, что она написала. Только что написала. И при этом она совершенно не обращала внимания на слушателей. Она читала так, как будто бы она была одна. Два чтения ее стихов Произделили на меня огромные впечатления. То есть вообще все она читала прекрасно. Но это как-то очень врезалось в память. Это один раз было на рожество. Она читала поэму конца. У нас горел камин. Это был старый дом. И старое отопление. Марина Ивановна сидела на маленькой скамеечке Перед камином. Кто-то потушил свет. Она была освещена горящими поленьями. И читала. И когда она кончила читать, Наступила гробовая сишина. Все как-то боялись сперва от молчания. Потому что это произвело грандиозное впечатление. И она первая заговорила. Она закурила. И сказала. Тишина. Ты лучшее из всего, что я слышала. И добавила. Как хорошо, когда кто-то есть рядом, Кто может молчать. Как это надо, чтобы кто-то был рядом и молчал. А пока рождение первенца, Разлука Сергея Яковлевича шел на фронт. И революция. И проходят цвета пепла и песка Революционные войска. Нету лиц у них и нет имен. Песен нету. И страшные мне снятся сны. Телега красная. За ней сагбенные Моей страны Идут сыны. Колеса ржавые скрипят. Конь пляшет взбешенный. Все окна флагами кипят. А дно завешено. Она понимала, Сергей Яковлевич в стороне не останется. Что уйдет в белую армию, Не сомневалась. Разве вы сможете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что вы безупречны. Потому что вы не можете, Чтобы убивали других. Если Бог сделает это чудо, Оставит вас в живых, Я буду ходить за вами, как собака. И пойдет. Сначала из России, Потом обратно. На смерть. А в 22-м году Марина уехала с границы. Четыре года она не знала, С 17-го по 21-й жив ли он. А когда Ернбург сообщил, Что он кончает университет в Фраге, В Чехослобакии, То она сразу стала хлопотать О выезде с дочерью к нему. Ей его выдали, Поэтому она никогда не была эмигранткой. Она законно выехала к своему мужу. И никуда она из России не бежала. Эмигранткой не была. Неправильно ее так называют. А когда они потом из Чехослобакии Переехали в Париж С маленьким родившимся сыном Из подрастающей Али, То в Париже Их очень плохо встретила эмиграция. Марину называли большевичкой. И она говорила, Что у большевиков меня считали белые. Потому что догадывались, Что муж мой белые армии. А тут меня называют Большевичкой. За мой свободный Любовый на раб. Все редком лежат. Не развесть межой. Поглядеть, солдат. Где свой, где чужой. Белым был, красным стал. Кровь обогрела. Красным был, белым стал. Смерть побелила. Она уезжала без ненависти, Но и без надежды. У нее осталась одна Аля. Младшая Ирина умерла от голода. Ей было три года. Девятилетняя Аля записала в дневнике. Когда проезжали маленькую церковку, Марина сказала, Перекрестись, Аля. И перекрестилась сама. Так и крестились на каждую церковь, Прощаясь с Москвой. Идет по луговинам лития, Таинственная книга бытия Российского, Где судьбы мира скрыты, Дочитана и наглухо закрыта. И рыщет ветер, Рыщет по степи. Россия, мученица, С миром спи. В мае 22-го они в Берлине. Германию Цветаева любила с детства. Казалось, на этой земле Она, наконец, вдохнет свободно. Но раньше она приезжала, Потому что хотела. Теперь беженка. Здесь догнала ее письмо Пастернака. Как странно и глупо кроится жизнь. Месяц назад я мог достать вас Со ста шагов. Расстояние, версты, мили Нас расставили, рассадили. Не рассорили, рассорили. Не расстроили, растеряли. По трущобам земных широт Рассовали нас, как сирот. В некой разлинованности нотной Нежесть наподобие простынь Железнодорожные полотна Рельсовая режущая сина Пушкинская, сколько их Куда их гонит, миновало не поют Это уезжают, покидают Это остывают, отстают Это остаются Она приехала в Чехию 1 августа, Чтобы прожить здесь 3,5 года И полюбить эту землю навсегда Родиной всех, кто без страны Называла Цветаева Чехию В этом доме она жила В Праге у меня хорошо Огромное окно на весь город И все небо Чехия, не самая богатая страна Европы Единственная не просто приютила Оказавшихся бездомными русских Но и помогла, накормила Чувство благодарности Цветаеву Не покидало никогда Здесь впервые Марина Ивановна Расстала с Салей Доверила ее воспитателям Русской школы в Моравии Там пытались отогреть души детей Переживших самую страшную Из всех мыслимых войн Гражданскую Другая война Которая не пощадит И этот прекрасный город Тогда была еще далека Как любила она Бродить по этим улицам По набережным Волтавы Как благодарно помнила До конца Как я хочу в Прагу В жизни не хотела назад Ни в один город А в Прагу хочу Я хочу той себя Несчастной счастливой Себя Поэмы конца И горы Я не помню тебя Отдельно От любви Правенства знак Новизной Странной Для слуха Вместо я Тронная Мы Не до вспомнивши Не до понявши Точно с праздника Уведены Наша улица Уже не наша Сколько раз По ней Уже не мы Завтра с западу Встанет солнце С Иеговой Порвет Давид Что мы делаем Расстаемся Ничего мне Не говорит Сверхбессмысленнейшее Слово Раз Встаемся Одна Из ста Просто слово В четыре слога За которыми Пустота У меня есть друг В Праге Каменный рыцарь Очень похожий На меня лицом Для меня Он символ верности Себе Не другим Бледнолицый Страж Над плеском Века Рыцарь Рыцарь Стерегущий Реку Унайдуль в ней Мир от губ И рук Караульный На мосту Разлук Клятвы Кольца Да Но камнем В реку Нас-то Сколько За четыре века С рокового мосту Вниз Отважься Я тебе По росту Рыцарь Пражская Все было на этой земле Не только вершины И обрывы чувств Была и нищета И неустроенность быта И бесконечные переезды Из деревни в деревню Долго жить в Праге Было не по карману Не штык Так клык Так сугроб Так шквал В бессмертие Что час То поезд Пришла и знала одно Вокзал Раскладываться Не стоит Мне совершенно Все равно Где Совершенно Одинокой Быть По каким Камням Домой Брести С кошелкой В базарной В дом И не знающий Что Мой Как госпиталь Или казарма Всяк дом Мне чужд Всяк храм Мне пуст И все Равно И все Едино Этот дом Бавшинорах Единственный Из приютивших Ее в годы Скитаний Был ей дорог Здесь 1 февраля 25 года Родился Ее сын Георгий Мур Ему суждено Было Стать Ее Идолом И Ее Прокурором С родиной Сына Она прощалась 31 октября 25 года О слезы На глазах Плач Гнева И любви О Чехия В слезах Испания В крови О черная Гора Затмившая Весь Свет Пора 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 Творцу Вернуть Билет Отказываюсь Быть В бедлами Ни людей Отказываюсь Жить Не надо Мне Ни дыр Ушных Ни вещих Глаз На твой Безум Безумный Мир Ответ Один Отказ Отказ На этой ноте Последнего Отчаяния Оборвется Творчество Марины Ивановны Цветаевой Но до этого Еще 14 лет Где-то В середине 20-х В конце 20-х Борис Леонидович Пастернак На литературных Вечерах В Москве Очень часто Читал ее Стихи И писал Ей в Чехию В Париж Что стихи Пользуются Неумоверным Успехом И она Забивает Московских Поэтов Он тогда Считал Что ей Совершенно Необходимо Вернуться В Россию Жить в Москве Но так как Не было возможности Вернуть ее То он Стремился Вернуть ее Стихи И между прочим Вот просто Привезти Стихи Из Парижа Спрятав бумажку В карман Это уже Был криминал Но даже Не только Привезти бумажку Но запомнив Держав в голове Ее стихи Потом приехать Записать их И передавать Друзьям И знакомым Это было очень опасно Человек мог Попасть В лагеря Ее стихи Поэмы Оседали В ящиках Письменных столов А у Турасенкова Уже тогда В те годы Была уникальная Библиотека Поэзии 20 века И он Боялся Что ее стихи Могут затеряться На отдельных Листочках И переплетал Такие вот Ситцевые книги И книжки Эти ходили По Москве По Ленинграду Видно Для слова Нет преград А русской Интеллигенции Неисправима Почему Париж Здесь ей обещали заработок Здесь были друзья И те Кто казались друзьями А еще Воспоминания Романтическая влюбленность В Наполеона В Ростана В Сару Бернар Свадебное путешествие Тот Тогдашний Сережа Но не в Париже Своей юности Воспетым поэтами И художниками Предстояло ей жить 14 лет Кочевала она По убогим квартирам Рабочих предместьей На лучшее Не было денег Некогда быть Некуда деться Хоть бы закут Только без прочих Краны текут Стулья Грохочут Рты Говорят Знали бы вы Ближний И дальний Как головы Собственной Жаль мне Богом Мне тот Будет Кто даст мне Не времени Дни сочтены Для тишины Четыре стены Она научилась Не глядя Проходить мимо Роскошных Витрин С октября Семнадцатого Она не следила За модой С октября Семнадцатого Все стало Ей Недоступно Да Эйфелевой Рукою Подать Подавай И лесь Но каждый Из нас Такое Зрел Зрит Говорю И днесь Что скучным И некрасивым Нам кажется Ваш Париж Россия Моя Россия Зачем Так Ярко Горишь Стихов Ее нигде Не печатали Она писала Из Парижа В Прагу Как вы глубоко Правы Так любя Россию Старую Новую Красную Белую Всю Вместила же Россия Все Наша обязанность Вернее Обязанность Нашей любви Ее Всю Вместить Последняя Моя встреча Была в очень Неудачной Обстановке Я приехала И на другой же день Мы успели только поехать В Версаль Все вместе Сережа был занят На работе Он был увлечен Тогда идеей Евразии Европа Совершенно Утопическая Теория Связанная С славянофильством Вот Ну и он Работал В журнале Версты Евразийском журнале А мы с Мариной Али И маленьким мужем Которым было Не хватало до трех лет Немного Поехали в Версаль Маленький заштатный городок Когда-то Гремевший Дворцами И роскошью И там сохранилось От старого времени Только Вот эти Так называемые Грандзю Большие Воби Необыкновенные Красоты Фонтаны Прихотливые Перемешающие С струями Совершенно Волшебные Мы вот Эту прогулку Провели А на другой День Мур Затемпературил Вызвали Врача И Началась Скарлатина После него Заболела Аля Тяжелее Чем он Я там была Три недели И после всех Заболела Марина Очень тяжело С потерей сознания С высокой Температурой И Сережа Говорил Если бы ты не Переехала Что бы я делала С ними Тремя Они все В жару Я не мог бы Отойти от них Даже В аптеку К этим чудом Бог тебя Прислал Сергей Прекрасною Девой Уехать Уехать В СССР Шел Сентябрь Тридцать Седьмого На допросе В полиции Марина Ивановна Сказала Его доверие Могло быть Обмануто Мое К нему Останется Неизменным С этого дня Эмиграция Отвернулась От нее Окончательно Сюда В русский Православный Храм Нарю-Дарю Она пришла Чтобы проститься Со старым Другом Князем Волконским Она стояла Одна На паперти А поток Шедших На панихиду Как бы Обтекал Ее Не желая Даже Невольно Коснуться Большевички А следовало Бы Поклониться Заодно То что В мире Предательств Не научилось Предавать Поэт Издалека Заводит Речь Поэта Далеко Заводит Речь Есть В мире Лишние Добавочные Не Вписанные В окоем Не Числящиеся В ваших Справочниках Им Свалочная Яма Дом Все Меня Выталкивает В Россию В которую Я ехать Не могу Там Я Невозможно Там Мне и писать Не дадут Они С Муром Уехали 12 Июня 39 Отъезд Куда Не кинь Всегда Смерть Ей оставалось Жить Еще Два Года Два Месяца И 18 Дней День Руки даны мне. Протягивать каждому обе. Не удержать ни одной. А этот колокол там, что кремлёвских тяжели, Безостановочно ходит и ходит в груди. Это, кто знает, не знаю. Быть может, должно быть, мне загоститься, Не дать на российской земле. Этой Москве она не нужна. Только трое ждут. Сергей Яковлевич, Аля и Борис Леонидович Пастернак. Мы с ним как-то встретились в 1939 году У памятника Тиверязева. Это была случайная встреча. Я шла с мужем. Он был один. И он тогда сказал, что Марина Ивановна приехала в Москву. Что она живёт в Болшево. Очень редко появляется. И он её всего видел несколько раз. И он тогда, помолчав, добавил, зря она приехала. Не ко времени получилось. И сам себя перебил. А когда бы это могло быть ко времени, в этом безвремени? Мы стояли у памятника Тиверязева. Было очень ветрено. Холодный был день. Он посмотрел на памятник и сказал, Как должно быть неуютно стоять так вот посреди площади Каменным пеналом. На ветру и галки садятся тебя на теме. И добавила. Впрочем, мне с Мариной памятниками не стоять. Нам это не угрожает. Да, в этой стране ей угрожает только одно. Гибель. Уже арестованы. Сестра Анастасия. Аля. Сергей Яковлевич. Он в Лефортове. В этой тюрьме официально разрешены пытки. И, наконец, война. Общее горе. И доводящий до безумия страх за Мура. Стихов она больше не пишет. Мы гуляли в нескучном саду. И Марина Ивановна сидела на пеньке в таком рябеньком пальто, засунув руки в карманы, в беретике, нахохлившаяся, как воробей. Смотрела вдаль. Конечно, она ничего не видела, она была бы за рука. И читала она почему-то стихи к Чехии. И вот мне врезалась в память, как она прочла. Там были такие строфы. Не надо мне ни дыр ушных, ни вещих глаз. На твой безумный мир ответ один. Отказ. И еще слова. Пора, пора, пора Творцу вернуть билет. Надо сказать, что тогда мне казалось, что это относится к войне. К тому, что гитлеровцы топчут ее любимую Прагу. Но вот когда я узнала об этой трагедии, которая произошла в Илабуге, и задним ходом стала возвращаться к нашим встречам, я поняла, что отнесились-то эти слова, и почему она так особенно их прочла именно к ее внутреннему состоянию, что уже тогда она готова была вернуть Творцу билет. 31 августа 41 года Марина Ивановна Цветаева покончила с собой. Ей было 49 лет. 16 октября расстрелян Сергей Яковлевич Эфрон 48 лет. Ариадна Сергеевна Эфрон прожила 63 года, из них 17 в тюрьмах и лагерях. Георгий Сергеевич Эфрон погиб в бою в июле 44-го. Ему было 19 лет. Георгий Сергеевич Эфрон Георгийág Георгий Сергей Ефрон Субтитры создавал DimaTorzok